День с толком Медвежий переполох или косолапый выходят к людям. В каких районах края стоит быть внимательнее? Спешите поздравить своих педагогов. Сегодня в России отмечают День учителя, а мы знакомим вас с одним из лучших барнаульских учителей. Делегация правительства Алтайского края работает в Омске, в военном городке, куда прибывает мобилизованный из нашего региона. Об этом сообщил нам сегодня собственный источник, близкий к проправительственным кругам. По его сведениям, сейчас в сибирском городе находятся губернаторы нескольких регионов, субъектов, откуда как раз мобилизовали призывников в военно-полевой лагере Омска. Однако от Алтайского края туда поехал не губернатор Виктор Томенко, а сотрудник департамента краевой администрации по взаимодействию с федеральными органами власти Игорь Федоров, утверждает наш источник. Эту же информацию обсуждают в группе местных волонтеров, которые собирают вещи для алтайских мобилизованных. Что представляет собой рабочая программа у делегации неизвестно, но скорее всего один из ее вопросов – обеспечение мобилизованных необходимым обмундированием и создание нормальных условий в палаточных городках. Подчеркнем, губернатор Омской области Александр Бурков приказал создать для призывников достойные условия. Сайт БК-55 сообщает, к военно-полевому лагерю проложили дорогу, провели туда водопровод, смонтировали также линию электропередач, установили палатки, каждую из которых оборудовали печи, развернули военно-полевую баню. Кроме того, в лагере работают медики, нотариусы и судебные приставы. Волонтеры же опрашивают мобилизованных о том, какую помощь нужно оказать их семьям. В Барнауле вслед за краевыми центрами по оказанию помощи мобилизованным создали городскую контактную группу. К ее специалистам уже поступило около сотни обращений. Сотрудники контактной группы выясняют, в какой поддержке нуждаются семьи мобилизованных, а после определяют, как ее получить человеку. Это может быть психологическая или юридическая помощь. Для этого в администрациях районов и Комитете по социальной поддержке населения города определены шесть контактных телефонов, по которым семьи могут обратиться по различным вопросам для оказания помощи. Номера телефонов, которые вы видите, актуальны в каждом районе города. Контактная группа принимает звонки в рабочие дни с 8 до 17 часов. Семья из Донецка приехала в Барнаул, чтобы начать здесь новую жизнь. Несколько месяцев, пока прибывшие жили в пунктах временного пребывания, глава семейства, женщина, одна воспитывающая двоих детей, мечтала найти работу и жилье, а ее сыновья спокойно учиться. Вот уже три дня, как беженцы живут в Барнауле у приютившей их жительницы. Все вместе они думают, как приезжим жить дальше, с чего начинать, с какими сложностями на местах они сталкиваются, расскажем далее. Двое взрослых, трое детей и пес в барнаульской однушке. Ее хозяйка Светлана приютила у себя семью из Донбасса. Галина и двое сыновьей покинули Донецк в феврале этого года. Собрали последние деньги, родственники, все слаживались. Самых главных, самых перспективных, чтобы отправить в Россию, чтобы мы выжили. Вот. Ну, как-то так. Полгода они скитались по пунктам временного пребывания. Все это время Галина была на связи со Светланой. Женщины знакомы еще с Антимайдана. Все эти восемь лет переписывались, пока жительница Барнаула не настояла на приезде семьи к себе. Нас разместила на спальных местах, а сама вот на матрасике, на полу. Я говорила, что мы потерпим. А она отказывается. Говорит, вы мои гости. Вы гости Алтая. Они находятся в ПВРах. Они между собой только общаются, получается. То есть, вот они приехали и куда дальше? Либо обратно в Донецк, либо здесь. А здесь, когда ты в этой среде варишься, то никак не приспособишься жить в России. У нас, сказали, нет ПВРов. У нас люди могут сюда приехать только кому-то. Вот. К принимающей стороне. Для одного из сыновей Галины принимающей стороной стал Шипуновский техникум. Учебное заведение готово зачислить его студентам к себе. А вот куда идти учиться младшему, прояснить не удается. Здесь же со школами их мало. То есть, где нам делать регистрацию для ребенка? Если мы ее сделаем, например, в Шипуновском районе, в деревне, возьмут ли его здесь в школу или не возьмут. Соцзащита нам обещает перезвонить, а Министерство образования наше просто не берет трубку. Не хватает информации и элементарной поддержки. В Барнауле беженцы получили ее не в соцзащите, а в храме Иоанна Богослова. Верующие собрали для них 11 тысяч рублей и теплые вещи. Тут уже у нас есть теплые носки, которые мы готовим ребенку в техникум, собираем его всем миром буквально. Вся наша жизнь поместилась в эти несколько сумок. У нас и у моего старшего ребенка есть паспорт Донецкой Народной Республики, но мы хотим еще иметь наш самый главный документ, самый важный для нас, чтобы полноценно встать ряды граждан, влиться уже и как бы там ни старались люди, все равно беженцы, как-то вот оно звучит немножечко так обидно. Обидно. Галина надеялась, что после проведения референдума получить российское гражданство для таких, как она, будет проще, но пока все довольно сложно. Сейчас женщине предстоит получить все нужные документы, а после оформить статус самозанятого, чтобы самой кормить свою семью, а дети, чтобы наконец начали учиться. В Донецке сыновья могли часами стоять в очереди за водой. Нет, домой уже не хочется, если честно. Не хочется. Ну, может быть, просто приехать, посмотреть на город, как он там будет в будущем. И хотя же лично вопросы, отсутствие информации о том, как пошагово действовать беженцам, немного выбивает из колеи, Галени здесь спокойнее. Она благодарит всех, кто помог ее семье, и надеется, что бюрократические приключения скоро закончатся, и она с сыновьями сможет прижиться в России. Анастасия Драган, Александр Антропов, День с толком. 5 тысяч тонн угля в ближайшие дни обещают доставить в Яровое. А к концу ноября, заверяют власти региона, в городе-курорте будет полностью сформирован необходимый запас твердого топлива. Докануне в мэрии Ярового под руководством прокурора края Антона Германа прошло рабочее совещание, посвященное старту отопительного сезона. 80 вагонов с углем в город должны прийти в ближайшие дни. Таким образом, в середине октября на ТЭС должно быть больше 55 тысяч тонн угля. Что касается обновления коммунальной инфраструктуры, она значительно модернизирована, говорят специалисты. Так, завершен ремонт седьмого и десятого котлов. Скоро введут третий по счету котел. Но пока в резерв. Напомним, он обслуживал Яровое во время ремонта двух предыдущих котлов. Отметим, в целом в этом году на приведение в норму объектов теплоснабжения краевой бюджет потратил больше миллиарда рублей. Предстоящая зима, надеются власти, должна пройти в Яровом без серьезных коммунальных происшествий. С огоньком началось это утро для некоторых барнаульцев, пассажиров 35-го автобуса. Он загорелся. По данным пресс-службы краевого МЧС, у транспортного средства воспламенился моторный отсек. По данным ведомства, возгорание произошло в 8 утра рядом с остановкой «Крытый рынок». В это время в автобусе находилось 25 пассажиров. По словам очевидцев, после возгорания автобус остановился не сразу. В 3-4 остановки до этого пассажиры чувствовали сильный запах гари. К счастью, никто не пострадал. Все покинули транспорт самостоятельно. При этом в соцсетях люди активно благодарят водителя другого автобуса маршрутки номер 120. Ее шофер первым, по словам очевидцев, прибежал с огнетушителем к горящему автобусу. Уже позже на место ЧП приехали пожарные. Дальше моторного отсека возгорание не распространилось. Сегодня, в День учителя, новые лица появились на доске почета «Учительская слава», которая располагается у Комитета по образованию Барнаула. Традиция родилась в 2010-м. С тех пор к празднику педагогов доску почета ежегодно обновляют. Кстати, сейчас в учреждениях образования города работает 15 тысяч учителей. Они обучают 130 тысяч детей. Председатель Комитета по образованию Барнаула поздравил педагогов с праздником и отметил, что труд учителя во все времена был непростым, но очень важным. И сегодня во многом именно от учителя зависит мировоззрение школьников. В те времена они непростые сегодня. Я это искренне говорю. Роль учителя, она неоценима. Поэтому в этом зале сидят лучшие представители профессии. Поэтому, коллеги, хотелось бы сказать вам спасибо за ту работу, которую вы проводите. Это очень важно. Мы это видим, мы это замечаем, мы это ценим. Сертификаты и цветы получили сегодня педагоги, фото которых будет в течение года находиться на доске почета. Это 27 человек, в том числе воспитатели детских садов и сотрудники учреждений дополнительного образования. Среди награжденных также три педагогических коллектива, 162-й детсад, 118-я школа и детская школа искусств «Традиция». Среди тех, чьи фото оказалось на доске почета учительской славы Барнаула преподаватель английского языка Ольга Торощина. В 27-й гимназии она работает уже 27 лет. Английский преподает самым маленьким учащимся начальных классов. Но, несмотря на все сложности, учителя ни разу не возникало желания сменить профессию. Как педагог справляется со сложностями и за что ее ценят и любят ученики и уважают коллеги в нашем материале. Всегда с улыбкой, всегда на позитиве. С первых минут общения с педагогом этот настрой героини почувствовала и наша съемочная группа. Возможно, еще и поэтому фото Ольги в числе 27 других педагогов Барнаула оказалось в этом году на доске почета. И здесь она тоже с улыбкой. Я удивлена и мне очень приятно, что мне такое доверие оказали висеть целый год на доске почета. Это признание заслуг. Сразу после награждения в класс там уже заждались третиклажки. Азы английского постигают в игровой форме. Ольга говорит, это ее метод. Так детки быстрее и проще запоминают новые слова и выражения. Я вижу, что через игру дети лучше запоминают. Это просто с годами выработанная уже методика. Театральная деятельность. Очень люблю разыгрывать сценки с детьми, импровизации какие-то. Ситуативные, в зависимости от темы урока. На Новый год обязательно разыгрываем какую-нибудь инсценировку, сказку ставим с масками, с зрителями. Глаз горит и у детей. Тянут руки и желают ответить на вопросы все, без исключения. Согласитесь, для школы все же редкость. Английский язык тебе нравится и почему он нравится? Да, нравится он может пригодиться в жизни. Тимофей, расскажи мне об Ольге Александровне. За что ты? Она тебе нравится вообще как педагог? Ну да. Ну да. А за что? Почему? Ну, она хорошо объясняет где-то. Еще она понимает, когда... Ну и добрая. Добрый, отзывчивый человек, преданный своему делу и всегда готовый прийти на помощь. Это уже отзывы коллег об Ольге. А еще они тоже отмечают ее улыбку и доброту. Вы лично чему-то у нее научились? В доброте. Вот она такая добрая, всегда с душой и с добром к детишкам маленьким, к нам. То есть она никогда не нервничает, она не кричит. Все по-доброму, как-то вот сдержанное, наверное, можно сказать. А ты так должен быть добрым? Должен быть, да. Ольга призналась нам, что, конечно, устает, особенно к концу учебного года, но желания сменить профессию никогда не возникало. С детьми ты всегда сам моложе, сам веселее, несмотря на те проблемы, которые у взрослых бывают в быту, в окружающей жизни, в какой-то политической ситуации. Ты приходишь в школу и с ними ты забываешься. Они у нас чему-то учатся, но мы, конечно, у них тоже много мучаемся. Быть на позитиве помогает и семья. Ольга рассказала, что муж и дочери всегда поддерживают. Ну а старшая в свое время помогала маме с проверкой тетрадей. Так что теперь в семье уже два преподавателя английского. Можно сказать, династия. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Собственным лифтом и кабинетом масляной живописи. Новая школа на 550 мест строится в селе Боровихо Первомайского района. Для местных жителей объект этот долгожданный. На протяжении многих десятилетий они грезили современным образовательным учреждением для своих детей. Ведь старое здание школы порядком износилось. Когда новый объект распахнет свои двери и в чем его особенности, узнавала Валентина Аскерова. Сегодня на этом месте лишь глубокий котлован. Но уже через полтора года здесь появится современная трехэтажная школа на 550 учеников. Строить ее начали летом этого года. И всего за несколько месяцев удалось провести большую подготовительную работу. На сегодняшний день у нас выкопан котлован в полном объеме. Ведутся бетонные работы. Это бетонная подготовка и устройство ленточного фундамента монолитного. Дальше будут блоки ФБС сборной монтироваться. Ну и перед перекрытием подвальной части здания. Здесь мы с вами видим, с левой стороны у нас идет строительство бокса на два машиноместа для автобусов. Новую школу возводят недалеко от старого здания. Сейчас в нем учатся 237 учеников при норме в 200 человек. Сотни детей и десятки педагогов ждут не дождутся нового здания. К слову, школа появится благодаря взаимодействию всех уровней власти. Губернатора Виктора Томенко, Министерства строительства и ЖКХ Края и депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Какие у вас впечатления, эмоции? Какие радостные, потому что эту школу мы ждем с 70-х годов. Школу построили, пристроили здесь в 73-м и уже тогда мечтали, чтобы она была красивой, новой. В 90-е нам обещали, в 2000-е, в 2017-м и вот наконец-то все началось. Строительство школы неоднократно срывалось. Подрядчики отказывались от работ, едва взявшись за них. В 2019-м году школу удалось включить в краевую адресную программу. В 2021-м по ней стали выделять деньги. На строительство и оборудование образовательного учреждения в Боровихе из краевого бюджета направили более 700 миллионов рублей. Долгожданная, то есть она выплаканная, уже выстроена всеми, нашим населением всем вместе. Ну, конечно же, это будет на порядок выше уровень жизни в нашем селе, это однозначно. Это, во-первых, будут и наши ученики, уже более ответственно относиться к изучению всех предметов. Учителя поднимут свой ракурс. По проекту здание будет состоять из двух связанных между собой блоков. Сейчас в Алтайском крае завершается стройка еще двух подобных школ в Тольменке и Новоалтайске. Блоки А – это входная зона, вестибюлик, размещение в части здания, в части этого блока начальной школы, лаборатории, химии, физики, медицинский кабинет, классы. А блок Б – он состоит из двух спортивных залов, актового зала, библиотеки. А еще у юных селян будет возможность заниматься в кабинете масляной живописи. Такие есть далеко не в каждой школе. Что касается прежнего здания, то его дни почти сочтены. Как только достроят новое, старое снесут. Но прежде педагоги, учителя и выпускники с ним попрощаются. Соберутся напоследок в месте, где они росли и воспитывались. Проходила их молодость. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. 280 миллионов рублей направили на антитеррористическую защищенность школ и детсадов в этом году. Об этом сообщили в правительстве края на специальном заседании по обеспечению правопорядка в регионе. Участники встречи, представители правоохранительных органов и профильных министерств отметили, что сейчас в крае работает более 2000 школ, колледжей, детсадов, лицеев и техникумов. Большую их часть, подчеркнули специалисты, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Сегодня проходят различные мероприятия антитеррористической защиты. Организованы внеплановые проверки пропускного режима, исправности систем оповещения, видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации. Сотрудниками, обучающимися и воспитанниками образовательных организаций проводятся тренировки по реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. С начала года проведено более 4000 таких проверок. Были ли в ходе них выявлены какие-то нарушения или замечания, не сообщили. Вместе с тем, в правительстве отметили, что с учетом наличия в крае большого числа образовательных учреждений, нужно постоянно совершенствовать систему мер по их защите. Медведи все чаще выходят к людям в Алтайском крае. Так, в конце сентября в Краснощоковском районе косолапы загрызли пять лошадей. Встречают их и в Косихинском, Тогульском, Залесовском, Заринском и Черышском районах региона. С чем связано такое медвежье нашествие и что делать, если косолапы застал вас врасплох, разбираемся в нашем сюжете. На этих кадрах фотограф-натуралист запечатлел косолапого друга. Встреча произошла во время очередного похода в лес Косихинского района. Медведь, на удивление, был спокоен и безмятежен, а мужчина успел поймать удачный момент. Медведя встретил в первый раз. Такая была неожиданная встреча. Особо, конечно, страшно не было, но так как медведь себя вел очень спокойно, я уже не первый раз встречаюсь с животными, понимаю, как они устроены. А это кадры с территории Тегерекского заповедника. Как нам сообщили в Минприроды края, медведи сейчас можно встретить в совершенно разных районах региона. И связано это с увеличением численности особей. Так, по данным ведомства, в течение последних лет количество медведей стабильно высокое. На уровне 1400 особей по краю. Ежегодно в регионе разрешают охоту на 200 голов при потомстве 300-350 особей. Если нам не хватает разрешений на добычу бурого медведя в рамках спортивной любительской охоты, с учетом того, что мы постоянный мониторинг ведем выхода животных и встречи животных с людьми, и выход к людям в населенные кункты, мы оперативно в течение трех дней принимаем решения в отдельных порядках по регулированию численности. В текущем году не менее 10 случаев у нас таких было, когда медведь уже, допустим, может напасть на домашний скот. Так, в конце сентября в новостном интернет-паблике подписчик сообщил, что рядом с селом Ченита Краснощоковского района медведи загрызли пять лошадей, которые принадлежали мужчине. Людям, живущим вблизи мест обитания медведей в случае появления бурых, специалисты Минприроды советуют обращаться в местные администрации, полицию или на горячую линию лесного и охотничьего надзора, который вы видите на экране. Также нужно четко знать правила безопасного поведения при встрече с медведем. Ни в коем случае не нужно от него убегать, поворачиваться спиной, вести себя спокойно. Он тоже боится человека. То, что они сейчас стали появляться в нашей равнинной части, вот в Косихинском районе весной регистрировались случаи, сейчас опять они начали выходить к людям, это говорит о том, что численность медведей у нас возрастает. Ну, с моей точки зрения, как биолога, это, конечно, хорошая тенденция, условия благоприятные, но соседствовать с таким зверем достаточно опасно для человека. Специалисты подчеркивают, что скоро нашествие прекратится, ведь лето и начало осени были теплыми, кормовая база была большая, поэтому медведи до сих пор активны, но они уже в поисках места для зимовки. Конечно, например, в равнинном Косихинском районе зимовать никакой медведь не станет. Конечно, они вернутся в леса, они будут искать подходящие места для как раз своей берлоги. Это, как правило, либо должны быть валежники, очень редко они будут сами там копать эту берлогу, то есть они ищут подходящие такие места для укрытий. По данным федеральных ведомств, численность медведей в России сегодня почти в два с половиной раза больше, чем 30 лет назад. Лидеры по числу особей – Красноярский и Камчатский регионы. Наш край пока даже в топ-10 не входит, но, судя по числу происшествий с участием косолапых, их популяции на Алтае ничего не угрожает. Субтитры создавал DimaTorzok